Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан, и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Микец, которая всегда, как вы знаете, считается в Ханук. Вспомним прошлую недельную главу о детстве Иосифа, сосредоточившись не на том, что случилось, а на том, кто создал эту ситуацию. На протяжении его ранней жизни он описывается пассивным, дорогие друзья, а не активным человеком. Как тот, кто выполняет, а не решает, как объект, а не как субъект. Все, что происходит с Иосифом, дорогие друзья, было результатом чьих-то действий. Его отца, братьев, жены, хозяина главного тюремщика Патифара или даже самого Всевышнего. Иосиф был, так сказать, мячом, которым играли другие. Затем, впервые за всю историю, он решает взять судьбу в свои руки. Зная, что главного виночерпия вот-вот должны восстановить в должности, Иосиф просит посвятить фараона в его дело. Он видел в этом единственный шанс, дорогие друзья, вернуть себе свободу и доброе имя. Но главный виночерпий не вспомнил Иосифа, совершенно забыл о нем. Так написано в Торе. Почему это произошло и почему Иосиф, по некоторым мнениям, был за это наказан? Давайте попробуем разобраться. Начнем мы с того, что обращение Иосифа к виночерпию с просьбой вытащить его из тюрьмы зачастую толкуют отрицательно. Якобы за то, что Иосиф понадеялся на сановника фараона, он пробыл еще дополнительных два года в тюрьме. Однако прямой текст Торы не дает никаких оснований для подобной интерпретации. А наоборот, Иосиф в конце концов вышел из тюрьмы именно благодаря словам начальника виночерпиев. Конечно, он вспомнил о Иосифе только тогда, когда это ему самому было нужно. Но и совсем не исключено, что в словах «Грехи мои, вспоминаю я сегодня», относится к тому, что виночерпию совестно было, что он с самого начала не хлопотал за Иосифа. Таким образом, идея неправильна, обращаться к нееврейским сановникам за помощью, никак нельзя назвать рекомендацией из Торы. Скорее наоборот. Другое дело, что не стоит полагаться на этих сановников больше, чем на Всевышнего. А недельный перерыв между главами, про которые мы с вами скажем, это эквивалент ожиданиям, которые пережил Иосиф в тюрьме, которые, как нам сообщает эта недельная глава, заняли целых два года. Именно тогда фараону снятся два сна, которые никто не мог истолковать. Они-то и напомнили виночерпию о человеке, которого он встретил в тюрьме. Иосиф был доставлен к фараону и в течение нескольких часов попал из грязи в князи. Из пленника без надежды, дорогие друзья, он превратился в вице-короля величайшей империи того времени. Итак, Всевышний отвечает на наши молитвы, но часто не тогда и не так, как мы думаем или ждем. Иосиф хотел выбраться из тюрьмы, и в конечном итоге ему это удалось. Не сразу и не потому, что виночерпия сдержал свое обещание, а потому что Всевышний ему помог. Другими словами, нам одних усилий недостаточно. Нам необходимо сията дешмая, помощь с небес. Нам необходимо смирение, чтобы признать, что мы зависим от сил, которые находятся вне нашего контроля. Никто в Торе не обращался к Богу чаще, чем Иосиф. Как говорит Раши в комментарии на Береши 39.3, имя Всевышнего постоянно было на его устах. Каждый свой успех он приписывал Всевышнему. Он понимал, что без Бога он не смог бы сделать того, что он сделал. Терпение родилось из этого смирения. Нам нужно, дорогие друзья, понять, что нам нужно и то, и другое, человеческое усилие и божественная помощь. В каком-то смысле мы должны быть терпеливы и нетерпеливы. Нетерпеливы к самим себе, но терпеливы в наших ожиданиях, когда Всевышний благословит наши усилия. Недельная пауза между неудавшимися попыткой Иосифа выбраться из тюрьмы и его окончательным успехом, дорогие друзья, должна научить всех нас этому тонкому балансу. Если мы будем работать достаточно усердно, Всевышний подарит нам успех. Но не тогда, когда мы того хотим, а когда наступит подходящее время. Недельная глава Микец, как мы уже сказали, всегда читается в дни Хануки. Греки исповедовали языческую религию. У них было множество богов в облике людей. Существование единого невидимого бога они отрицали. Поэтому в их представлении слабый не мог победить сильного. А малочисленная и плохо вооруженная повстанческая армия нашего народа, дорогие друзья, была обречена на разгром в их глазах при первом же столкновении с огромной и прекрасно обученной армией селевкидов. Однако чудеса Хануки показали, что есть логика, несовместимая с общепринятыми логическими клише. В результате, как сказано в ханукальной вставке молитвы Шмона Исре, сильные были отданы в руки слабых, а многочисленные в руки малочисленных. Итак, в Торе мы имеем дело не с фараоном и не с людьми, и не с колосьями, и не с коровами, а с нашим желанием. И поэтому все, о чем бы мы тут ни говорили, ни читали в Торе, происходит внутри нас и нашего желания. А желание уже рисует само себе определенное состояние в зависимости от того, на каком уровне оно находится. И именно к постижению нашего корня и желания и ведет нас Тора, Ора-А, инструкция, по этой причинно-следственной цепочке, дорогие друзья, развивающейся в нас. А в нашей главе говорится об одной из стадий этого развития, этой силы, которая развивается внутри желания, которая называется Яков, сыновья Якова, Йосиф, Фараон. И они двигают желания, продвигая нас вперед к поставленной цели, к нашей победе. Дорогие друзья, желаю, чтобы дни Хануки принесли нашему народу здоровья и успехов. На этом непростом, но верном пути радость и много-много света. Хак Самеях, Шалом, Ваш Равин Каплан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok